По большему счету, любая MLM-компания предусматривает продвижение продукта или услуги. Поскольку в MLM есть второе направление, с одной стороны это продвижение, с другой стороны это работа консультанта, это заработок. Некоторые лидеры, они продают не товары, они продают сам бизнес, они продают возможность заработать денег. По идее, это должно быть 50 на 50, и то, и другое рассказывают. Ты не можешь решать за человека, будет он работать или не будет, нужен ему бизнес или нужен ему только товар. Ты не можешь за него это решить, поэтому всегда предлагай и то, и другое, предлагай возможность приобрести продукт и предлагай возможность на продвижение этого продукта иметь заработок. Это и то, и другое, ты за него решить не можешь. Болезнь некоторых дистрибьюторов, которые плевать, что продавать, они конкретно впаривают бизнес. Есть негативное в этом, то что человек приходит не из-за товара, а из-за заработка, ему на товар все равно. Если у него бизнес не получается, то тогда из такого человека получается негативный пример, потому что ему не нужен продукт, он им не пользуется, и он не рад тому, что он приобрел. И он потом говорит, что ему впарили этот продукт, а бизнес у него не получился, а бизнес в любом случае не у всех получится. Он для всех, но получается он не у всех, как и все в жизни в этой. Я всегда продавал бизнес, я всегда продавал бизнес сильнее, но у меня продукт был универсальный, и мне за продукт не было стыдно, в любом случае он возвратный, в любом случае он подходит любому человеку, он всем нужен, он универсальный. Поскольку я продавал бизнес, я стал бизнесменом, поскольку я продавал усиленный бизнес, я в этом стал силен, и я заработал денег, я заработал хорошие деньги на этом. Моя компания также универсальный продукт, более того, он нужный для людей, нужен для страны, и продвигая этот продукт, это является социально значимым проектом, который полезен, и возможность заработать денег, то есть у меня это получается сейчас универсально, 50 на 50, мы продвигаем и продукт, и продвигаем бизнес, я думаю, это правильно, когда ты предлагаешь человеку и то и другое, я слышал мнение, что предлагаю только продукт, и все, а бизнес расскажешь потом, это ошибка. Лично я пришел в МЛМ бизнес не из-за продукта, я пришел, лично мой пример, я пришел из-за бизнеса, я знаю очень много людей, которые пришли в МЛМ индустрию для того, чтобы заработать деньги, только потом они влюбились в продукт и стали его активно предлагать, поэтому нельзя решать за людей, есть те, кто приходят только из-за того, что они хотят приобрести какой-то продукт, а есть и люди, которые приходят из-за бизнеса, в конце концов это все дополняет друг друга, нельзя перегибать палку только в одну сторону, перегибы всегда плохие, или одно, или второй, или бизнес, или продукт, нельзя, одно, целое, и то, и другое, предлагая никогда не решать за человека, предлагая сразу и то и другое. Продолжение следует... Продолжение следует...